здрасте дорогие зрители здравствуйте дорогие зрители у нас сегодня в гостях в русских сезонах элен борисовна бояршина спасибо за приглашение философ и я сразу сделаю так сказать отмашку кому не нравилась прошлая помада в прошлой серии для вас сегодня я купила специально новую у меня была одна помада а теперь у меня их две донатите пожалуйста борис сергеевичу с надписью на помаду у нас сегодня какой номер мы хотели о двух вещах поговорить хотели о кино нас же были с тобой такие диалоги на том плохом канале о котором мы не говорим о нем говорили почему вот про не называем слух про кино мы хотели поговорить и ты еще хотят мне какой-то вопрос задать который это там вопрос там часто мне задают вот что вообще вот вам дает философия вот для чего нам нужна вот философия ведь изучать на философском факультете ведь это не просто коротенький курс для галочки там философии это вот серьезно изучение философии знаешь это такой очень я бы сказал такой очень интимный вопрос вот мне кажется на него всегда очень неловко отвечать потому что это как тут ну что дать философии да это сложно сказать ну первой философии тебе дает сознание ничтожности своего собственного сознания потому что ты читаешь гигантов такая читаешь великий ты понимаешь что полет их мысли ты можно не только следить и ничего подобного ты конечно повторить не в состоянии ты можешь только имитировать второе надо осознавать что вы знаете как говорю по моему рдашвили повторяя кажется за декар там с эти был вопрос помочь дашвили на думаю что не в этот раз мы про него поговорим но не в этот раз раз мы сегодня про кино больше должны говорить, что человек может думать не более 4 часов в месяц. И вот почему, ну что он в этом плане думает? Потому что когда мы вообще живем и существуем, мы рассуждаем какими-то схемами, которые у нас есть, оперируем какими-то привычными понятиями. И философия не то, что нам, знаете, как бы открыла глаза на мир, но она мне прекрасно дает понять то, что наше представление о мире является не то, что как бы конвенциональным, но по крайней мере то, что мы какие-то представления, которые у меня существуют в моем сознании, они не всегда мои, я пытаюсь их отделять, я всегда пытаюсь как-то смотреть на какую-то проблему с разных точек зрения, не быть догматичной, хотя, конечно, какой-то привериться к какой-нибудь философской системе может привести к догматизму. Ну и в принципе я бы так сказала, знаете, я как бы люблю студентам приводить, для чего нужно учить философию, вообще для чего нужно образование любое. Мне очень нравится пример в этом плане Бориса Абрамовича Березовского. Высшее образование вам ни в коем случае не нужно для того, чтобы получить хорошую работу и зарабатывать много денег, стать миллионером. Но по это дело, что 99,9% из тех, кто вылетел из среднего, из колледжа или из вуза, ну это люди, у которых, в принципе, конечно, жизнь вряд ли сложится, но вот этого 0,01%, да, это будет будущее Стива Джобс, это будут будущие бизнесмены, успешные люди. В принципе, ваша, возможно, какая-то интеллектуально неуспешность в школе ни в коем случае не ставит на вас крест. Но что дает высшее образование? То есть высшее образование и философия в том числе дает мне возможности большего гедонизма, оно дает мне больше наслаждаться жизнью. Потому что я могу слушать, условно говоря, там, и какого-нибудь, я не знаю, рэпера русского, да, какого-нибудь, я не знаю, и я могу при этом прекрасно, там, слушать концерты Битховена, Маллера и так далее, и так далее. Я могу читать Баффу, Фугу, Баффу, Фугу, да, вот. И я могу читать, как какие-то серьезные книги, я, это открывает мне, то есть, понимаете, когда вы, ну, то есть, это же не просто, философская литература, это не просто, как бы, отдельный жанр, да, вот эта вот проблема, я очень тяжело сейчас читаю художественную литературу, я пытаюсь себя, там, вот, на несколько лет, последних, лет пять заставляю читать художественные книги, я читаю, но все равно, как бы, вот, с большим трудом, потому что, особенно, как бы, у нас такой жанр философских книг, это, типа, там, Донна Тарт, но Донна Тарт еще в меньшей степени, это с этим щеглом, или вот это вот «Благоволительницы», они очень огромные книги, и у меня там такая проблема с «Благоволительницей», ну, что там ты новым мне, чувак, рассказал, про мысли нациста, который там где-то воюет, если все это уже было изложено в философских произведениях, только в короткой статье, а ты растянула-то на тысячу страниц, зачем мне это читать? Но при этом, конечно, вот, что дает философия, ну, наверное, вот эта вот возможность видеть мир с разных точек зрения, это такая новая оптика, то есть у тебя меньше таких темных пятен в действительности, но ты, наоборот, на самом деле, ты понимаешь, что тебе их больше, потому что ты прекрасно понимаешь, что, конечно, тебе не стать Кантом, Шопенгауэром, я мог быть бы Шопенгауэром, вот, или, там, не знаю, даже Денетом, да, Денетом, но, так или иначе, все равно, это вот ты, ну, это радость, это, знаете, как познание странных языков, я, к сожалению, знаю мало странных языков, но даже вот знание, допустим, того же английского, оно дает тебе понимание, ну, какого-то нового такого типа мышления, это вот, ну, а когда, когда ты знаешь, что, допустим, там, какой-то, Дмитрий Геннадьевич, это, дизельбаджанский, японский, шумер-акадский, ну, это вообще, как бы, вот, очень... Шумер-акадский, это очень важно для путешествий, например, за границей. А вдруг... А вдруг шумеры. ...попал на тот свет, и как это, как там, Гильгамеш ходил за цветочком, а без шумера-акадского не туда. Нужно учить латынь. Думаете, в аду с вами будут говорить на русском? В аду с вами будут говорить на латыни. А в раю на древнегреческом? Здорово. А в раздни на иврите там будут? В раю. А не тогда, что на арабском? Почему на арабском? Там в горе. Рай-то ведь организован с времен каких? А, ну, да, на арамейском. Там же это... На арамейском, на арамейском. Нет, там первое поселение-то, наверное, этот самый Моисей. Разбойник, Борис Сергеевич. Нет, ну, это разбойник, который... Моисей-то там раньше был на небо. Он, Моисей, в раю не был. А первые, кто... Они все сидели в предбаннике ада. А кто первый вошел в рай, согласно Библии? Ну, Евангелие. Первый в рай вошел разбойник. А потом все остальные. Христос перед ним и зад ним? Ну, он открыл-то дверь Христу, не надо заходить в рай, да, потому что он уже... Он божественный, часть божественной троицы. Поэтому он является основателем этого врача. Чего там сеть одному? Первый рай вошел разбойник, а потом все остальные прорцы и пророки, которые сидели, значит, типа, раз, закрыть, раз, закрыть, что делать? Вот, то есть вот эта вся история, конечно, выдает вас, что теологию-то вы не учили. Не учили, да. Академию-то мы не заканчивали. Хоть в чем-то я вас превзошла. Да. Ну, вообще, говорит, здорово, да, мне тоже так вот, оказывается, четыре часа мы только мыслим, да, я вот так думаю, как у тебя только четыре часа мыслим. Я же больше гораздо записываю видео, я вроде как продукт. Ну, что я с тебя видео записываю, лекции читаю. Ты понимаешь, ты идешь уже по какой-то накатной программе. Я его пересказываю, да, уже, да, ну, да, в общем-то, да, там как надо ее адаптировать к чему-то, да, что-то такого вот нового, я, наверное, четырех часов в месяц не генерирую. Я считала, я около 15 минут, 25, если это лето, и у меня там 30 свободное время есть. О, ну, у меня вообще ноль. Ну, нет, ну, то есть ты генерируешь что-то, что ты пытаешься о чем-то рефлексировать как-то, да. Ну, да, генерации никакой. Ну, чего. Есть только вот такое все такое вот интересное. Счастливые творческие люди, блаженные творческие люди. Да, кстати, еще хочу сказать, мне твой друг Илья Храбров в комментариях, кто ему видит, ну, он не мой друг, соответственно, предложил какой-то баттл философский. Илья Николаевич, я вам хочу просто сказать. Понимаете, во-первых, я работаю. Шесть дней в неделю. У меня студенты, я, так сказать, несу свет философского знания в студенческий душ. В массы. А работаю я, как говорится, ну, вот не как пела Долли Парти, но walking nine to five, а работаю я так конкретно в джобовую, чтобы, так сказать, поддерживать свое существование. И второе, просто проблема в том, что я принадлежу к академической институции, а вы к академической институции никакой не принадлежите. По одной простой причине. Вы мне очень как бы нравитесь, как человек, как личность. Я не ваш хейтер ни в коем случае. Вы очень милый человек, самобытный философ. Но проблема в том, что я не самобытный философ, я представитель институциональной институции, организации некой. И вот понимаете, то, как вы пишете, то, как вы выражаете свои мысли, у нас считается фопа. Это неверный шаг, это мувитон, так нельзя. Хороший философ, вы послушайте лекции, например, Ча, Чалмерса, Деннета, современных философов, они все о своих философских изысканиях говорят очень понятным языком. Вы же берете огромное количество терминологии и говорите, что вы используете ее в каких-то там своих философских языках изысканиях. Прекрасно, у меня первая проблема. Мне, к сожалению, некогда читать целиком ваши тексты, которые, без сомнения, очень тяжело читаются, к сожалению. Наследие Гегеля, так сказать, ощущается. А вторая проблема, когда вы начнете свои... Вот у нас как-то учил нас декан. Если человек не может сложные идеи высказать простыми словами, то, скорее всего, человек эти свои сложные идеи не понимает. Поэтому, как только вы научитесь говорить более простым языком и поймете, что философия – это не набор красивых и сложных слов, слово «резома», «аутосома». А что такое «резома»? Ну, это потом, это длинная история. А вот «аутосома» – это я что-то слышал. И так далее, и так далее. Можете еще про «солнечный анус» почитать, да, например. А то тогда, это, помню, «де лёса», «галатари», насколько я помню. Это там читаешь, читаешь, такой спишь, спишь, тебе надо готовить. Потом «солнечный анус», потом опять так сидим, что это было. И потом ты там, это было, да? И тогда вот можно с вами выставить какой-то диалог. Вы просто понимаете, в чем проблема? Я понимаю, что вы хотите философского батла, но вам надо батлиться с кем-то более вне институциональным. Я плоть от плоти системы, я конформист. Я детей учу, как бы, ну, определено. Вам надо батлить там с этими друзьями, вот вашими, из конференции. То есть вы диалектику учили не по Гегелю? Не по Гегелю, я, как бы, ну, двойку. Я вот не по Гегелю учу. Закончится наша история с Ильей Николаевичем, что я поставлю ему двойку, отправлю на пересдачу. А он-то хочет философской дискуссии. У меня другая система, у меня другая, чтобы самый тупой ребенок, который у меня сидит, ковыряясь в носу, понял, как возможны априорные синтетические суждения. Наверное, как возможны синтетические суждения априорные. Априорные синтетические суждения, то есть доопытные, но синтетические, с чего же не синтезируют. Вот, но это длинная история. Я как-нибудь расскажу в следующих последствиях. Это как? Мне кажется, там надо проводить жанр такой философской беседы. Вы будете мне про философию рассказывать. Тут, например, про солнечную армию, наверное, ничего интересного. А вот про априорные синтетические суждения. Из чего же синтезировали? То есть из пустого места? Нет, но я тебе расскажу в следующий раз. Если зрители захотят, мы можем поговорить о критике чистого разума Кан. Ну, по-моему, видео со мной смотрят не очень много народу, поэтому я не думаю, что это будет интересно. Но я просто хожу, как бы тебе по старой памяти. Да, по знакомству. Светкова позлить. Мы с ним очень сильно поругались, мы с ним не общаемся. А вот, поэтому, так сказать... Ему за это помяли его большую белую машину. Вот я не понимаю вот этой твоей радости. Я не радуюсь. Как кто с этим помял ему эту машину? Твои поклонники, наверное. Мои поклонники? У меня только хейтеры. Твои хейтеры, значит. Зачем мять его машину? Кто-то там въехал в его машину и уехал. Ну, так нельзя делать, короче говоря. Так делают только очень нехорошие люди. Ну, я его встретил при входе, грустный. Сегодня помяли? Нет, ну, сегодня ночью, наверное, помяли, когда он настоял. Ну, в общем, поносы я ему желаю, честно говоря. Кому ему? Ну, кто помял? А, я думал, цветков. Цветков за что? Мы с ним, понимаешь? Кто он куда-то убежал? Да пусть, слава богу. А вот, а что у вас на груди? Какая-то кровь? Это кровь, кровь. Чья? У вас из носа кровь опять же? Да, но не кровь студентов. Ну, ладно. А вот. Чтобы лучше кровь проходила в голову, мне приходится разжижать, и поэтому она иногда идет из носа. Ну, хорошо, не на пиджак. Давайте поговорим о том, что мы сегодня собирались делать, и кино. Наконец-то я стала ходить в кино. Ну, я аж три фильма посмотрела. Во-первых, про церемонию Оскара. Что ты про нее думаешь? Мы, правда, с той Паразитов так и не посмотрели. Ну, ни Паразитов не смотрели, ни Церемонию Оскара не смотрели. Надо сказать. Мне показалось, ты знаешь, почему Паразитов дали, я тебе могу рассказать? Да. Потому что, по-моему, у нас не было... Да, не было. У нас ни одного опять черного чувака не получило Оскар. Ну, понятное дело, что это такой как бы... И, кстати, там женщины-режиссеры не были знаменированы. И такой вопрос... А там, кстати, были... Нет, номинированы были. Был даже номинирован на лучший фильм. На лучший фильм был номинирован. Женщины-режиссер, как женщины-режиссер, номинированы не было. Единственная женщина-режиссер, имеющая Оскар, это Кэтрин Биггеллоу. За фильм «Повелитель Бури» про саперов. Была Грета Геррек, по-моему, номинировалась. И, по-моему, номинировалась, возможно, Марго... Это Диаболо Коди, но я не помню, она номинировалась. И София Коппола. Все, три имени мне знакомы. Так, а вот не считается, когда номинируется фильм? На лучший фильм нет. Это на лучшую режиссуру. Ну, я как-то, честно говоря, не очень понимаю, создатель фильма, режиссер, как по-французски говорят, реализатер. Нет, когда фильм выигрывает за лучший фильм, это та награда, которая, в принципе, считается, что должна отдать продюсеру. Потому что продюсер как бы собрал эту команду, и она привела его к успеху. Честно говоря, а получает раз и продюсер это обычно? Она там тоже выходит, да. Ну, выходит тоже. Ну, они, в принципе, получают и считаются продюсером. Все-таки продюсер мало кто знает. Ну, это помнишь, как фильм «Хвост виляет собака», когда он такой говорит, что… Да, Харви Ванштейна-то мы все очень любим, благодаря его скандалу. А так ведь он много снял больших фильмов хороших. Я понимаю. Вот, кстати, я не знаю. Мы его знаем благодаря скандалам. Мне не нравится то, что делал Миромакс. Кроме фильмов «Тарантино» и все. Мне не нравится, что делал Миромакс. Мне нравится вообще все, да? Ну, вообще все не нравится практически. Одно время он считался хорошей историей. Ну, одно дело время считалось хорошей. Одно время… Это он в честь своих родителей назвал, да? Нет, но, кстати, они продали Миромакс. Так вот, почему дали «Паразитам»? Потому что, блин, надо дать каким-нибудь меньшинствам. О, типа, у нас есть Южная Корея. Чувак, а Южная Корея – это же там, где Ким Чин Ын? Нет, Ким Чин Ын – это там, где Северная Корея. Все равно дадим этим. А там проблема в том, что в самой Южной Корее вот этот фильм «Паразиты» воспринимается, вот как у нас воспринималась Елена Звягинсова. Вот, то есть, как клевета на родину. Чем вообще гордятся? Вообще, кстати, продвигателем Южной Кореи, в Корее является, ну, как бы, продюсером является женщина. Я, к сожалению, не помню. Можете у Лилии Ким на Фейсбуке почитать. Она, по-моему, то ли Samsung возглавляла. Она очень много вкладывала в продвижение корейского кинематографа за рубежом. Потому что, на самом деле, в Корее значительно много кинематографистов. Ну, всем, там, Ким Кидука знают, например, и так далее. Но в Корее, как бы, такая вот идея, что мы, ну, как бы, очень много страдали, очень многим жертвовали. Но так или иначе, в финале мы создали некое такое, сделали большой рывок и создали большое великое общество некое, да, то есть богатое, успешное, современное, продвинутое, там, с хорошей медициной. А здесь у нас показывается, там, роль, ну, как бы, жизнь какого-то люмпин-пролетариата, который пытается как-то выйти из каких-то вот… Ну, аля, знаете, такой китайский кинематограф? Китай про такое любит снимать. Не, ну, у нас в свое время такие были японские фильмы. Ну, я понимаю. «Жить сегодня, умереть завтра» назывался. Корея, вот современная Корея, во-первых, они продают другую картинку за рубеж. Ну, естественно. Очень технологично, если вы приедете в Корею, это так. А во-вторых, конечно, ну, вот у нас, когда сняли фильм «Елена», я не вижу, что там… О, ладно, «Елена», «Елена» – это еще фигня, фильм «Левиафан». Помните, чудесный, когда там маленький город, и вы клевеющийся на нас радостный строй. Вы понимаете, там дороги ровные, фильм «Левиафан». Я ездила тут по Чувашской области. Не, ну, вот фильм «Елена» – это он построже, пожалуй, построже. Ну… Там, в общем-то, это вот так вот против… Так прямо так… И там не против каких-то отдельных слов, типа против церкви и так далее, против верхушки. Там просто против вот этих замкадышей. Что там говорить? Посмотрите, вот Москва, дети этого главного героя, главного покойника, мужа Елены, да? Вот они, наркота еще что-то, но они хорошие. А вот у нее дети, они замкадыши, но они плохие. Им все досталось, прикинь. Мне кажется, это прикол. Ну, это ладно, как это, бог с этой с Еленой, но это а-ля Кенлоу. Ну, кстати, вот мы как… У меня тоже, как жители замкадя далекого, да, мне тоже это не очень мне понравилось. Ну, знаешь, мы скорее с тобой все-таки, так сказать, Андрей Смирнов и как там ее звали, Коршунов. Мы понаехавшие, мы не замкадыши. Замкадыши – это которые вот замкадом живут. А мы понаехавшие, мы еще с большей долей. Вот, слава тебе, господи. Вот мы можем в этом плане сделать перескачок вот к замкадышам, к фильму «Нового реча длингер». О, хороший фильм, мне понравился. Ну, как же, там был пистолетик 22 ЛР калибром, мне очень это понравилось, как он действует, показан. Ну, там, кстати, вот это тоже… Вообще, это слабый фильм. Ну, наверное, наверное. Но со стрельбой, но со стрельбой. Если бы стрельба там слабая. Ну, стрельба слабая, неприцельная, согласен. Ну, как бы здесь Гайоричи выступил после последних провалов. У него сильно провалился вот этот король Артур. А, я его не видел. Да, и, в принципе, вот у него только вот… Ну, у него более-менее был Аладдин, насколько я понимаю. И вот он решил вернуться к корням. А это Аладдин был его, вот последний, да? Да, был его. С этим вот, как его… С Виллом Смитом. С Виллом Смитом, да. И, ну, он тоже собрал очень противоречивые отзывы. А тут он решил вернуться к тем фильмам, которые сделали ему популярность. Это как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш». И вот, честно хочу сказать, вот, да, вторым возвратом, тогда, новым рождением, когда Гайоричи родился заново, был рок-н-рольщик. И я считаю, что рок-н-рольщик, при том, что он явно опирается на ранний фильм Гайоричи, он очень классный. Он очень хорошо сделан, там хорошие актеры. Здесь тоже блистательный актерский состав. Здесь у вас Чарли Хаммон, Фью Грант, который, мне кажется, очень добротным актером, обычно воспринимает как актера романтических комедий. Но сейчас он постарел, в прошлом году он в «Поддингтоне» играл центральную роль. Мне очень понравилась роль злодея, такого очень актера, самовлюбленного. Ну, злодея из детского фильма. Ну, да, но он хорошо играл. Здесь он играет такого пронырливого журналиста-гейла. Нет, он не журналист, он следователь. Он следователь. Ну, он такой все-таки околоженналист. Он звучит частный детектив. Частный детектив, да. Он так и назван. Частный детектив. Не помню, не забываю все время. Который снимал «Кингсмана». Это был его, по-моему, са-коллега. Они вместе работали. Потом они расстались. Тот снял «Слойон и пирог». Пародия такая немножко нагаричь. А потом снял вот этих двух «Кингсманов». И сейчас снимают приквел к «Кингсменам». И вот эта вот разборка в кафе, это явно отсылка к этому. А герой Мэттью МакКонахи сразу отсылает нас к его персоналию, к фильму «Скорцезе». Где он там тоже играл какого-то такого чувака, который стучал себя в грудь. Волк с Волл-стрит. Говорил какими-то сложными словами. Появляется карикатурный русский. А где он там был в Волке с Волл-стрит? Это как раз с ним встречается в самом начале, с начала пути встречается Ди Каприо. И он ему там еще так стучит по груди. И потом это стали имитировать. Кто на бабло разводит. Там есть три шутки. Одна про черных. Вторая про китайцев. И третья, по-моему, и слово «канту» потребляется много раз. Это очень вульгарное слово. Они прямо очень сильно избегают женский половой орган. И там есть еще вот к чему отсылка. То есть он показывает элитные английские круги. И показывает этого нувориша Мэттью МакКонахи. Из Техаса. И он потом все-таки вот эту вот элиту уделывает. И там еще есть персонаж Чарли Хаммена, который все время очень спокойно пытается с людьми говорить. Пытается как бы им вести в голову, вложить. Такой переговорщик. Вот не как такие тупые русские, которые там стреляют. Но потом все равно достает какой-то автомат, всех стреляет. Если не получается, то берутся и с стремительным домкратом, выбивают дверь с стремительным домкратом. Я могу сказать, что в целом это как такие старые трюки, которые... Ну там тоже очень много длинных-длинных разговоров, как у любимого вами Тарантино. Проблема в том, что Тарантино... Один студент мне пытался такой же длинный разговор, как у Тарантино, со мной как затеть сдавал. Вы мне говорите про второй, а это про первый. А у меня этот студент тоже сдавал. Всегда вот у Тарантино это кончается стрельбой с дробовика, говорю, такой разговор. Нет, понимаете, в чем у Тарантино прикол? У Гая Ричи в чем проблема? У него разговор двигает сюжет. А я, как бы, мое сценар... Все мое знание о сценарном мастерстве основывается на двух книгах. Книгу, в которой я копила все свои карманы детские деньги, Skip Press, как писать и продавать сценарий в США. Это она стоила диких денег. Это был там 2001 год, она стоила 500 рублей. Чтобы вы понимали, книжка, энциклопедия Дорлинг Киндерсли, красиво иллюстрирована, стоила тысячу. А это были огромные деньги. То есть это было очень... Я копила, купила. А второе, это фильм «Адаптация». И там, как бы, главный герой сценарист. Он говорит, герои не должны объяснять свои поступки, не должны их рассказывать. Кино, жанр визуальный. У Тарантино в чем прикол? Он, Тарантино, вот эти разговоры, они как раз не для развития сюжета. Они просто так для иллюстрации. Они просто так для иллюстрации, для раскрытия персонажей. И, в принципе, у него это, типа, нет, типа, тут и тут, как бы, ну, и это так, это ждешь, ну, окей, когда действие, когда действие, когда действие, там, какие-то отсылки во времени, там, перескоки с одной части на другую. Вот эти маленькие женщины, вот эти вот таймлайны, они были сделаны гораздо лучше. Ну, это другой еще фильм. Да. Мне, тем не менее, этот фильм понравился. Так как-то, он как раз рассказывает все спокойно, понятно, все к чему, некая такая завязка, развязка, финальный твит, все как положено. Я не знаю. И там, кстати, там он привез на студию Миромакс свой сценарий. Там кто был? Это не... Кто там был в виде... А он же продал Миромакс в этом году. А кто там был в роли продюсера? Настоящий продюсер, может, этого фильма, нет? Не знаю. Или настоящий режиссер? Не знаю. Я не знаю. Мне единственное, что понравилось, что я смотрела фильм в оригинале. С оригинальным матерным английским текстом. Да, и какие-то шутки там я поняла. Ну, потому что сейчас у нас проблемы в переводе. Мне очень нравится просто там, эти же... Там в английском. Эти женщины никогда не поднимали ничего тяжелее булавки. Перевод, они типа, они очень изнежены. Или там перевод, я сомневаюсь, что ты будешь это есть. Наш русский перевод. Я сомневаюсь, что ты будешь есть эту гниль. Зачем вы это переводите? Ну, это ты имеешь в виду фильм уже «Маленькие женщины». Это не только «Маленькие женщины», это, например, «19-17» тоже имеет. Там у них тоже проблемы с переводом. Мой любимый перевод, это когда переводили Вуди Аллана. По-моему, там что-то в «Лунном свете». Это с Кольным Фёртой и Эммой Стоун. И там они слово, ну, как бы там описание «белый мужчина», там рост такой-то. «I'm his kakozian», они переводят. Он кавказец, а это про Кольный Фёрт. Чтобы вы понимаете, какой типичный британец-британец. Я такая сижу. Ну, это значит, что он у них так называет «кавказская раса». Ну, kakozian, это все знают. Европеоид. Европеоид, он белый. У нас она говорит, ну, европеоид. Европеоид, да, то есть там дают свое описание. Европеоид, метр 85, ну, как вот, сводка такая. Я такая сижу, у меня такое сложное лицо становится. Ну, просто это очень... Ну, это да. Ну, нет, еще там были, конечно, когда они слово «джазовый стандарт», это так переводится, «джазовый стандарт». Они перевели его как... То есть вообще какое-то такое слово, я даже такого слова не слышала никогда. То есть это да не имеет отношения к музыке. Ну, это мелодия, это что-то еще. Ну, знаете, это «джазовый стандарт», ребята. Ну, все прекрасно. Мне фильм Гайоричи не понравился. Лучше пересмотреть «Рок-н-ролльщика». Ставлю я ему, ну, 5 из 10. Вторично очень. Вот фильм «Рок-н-ролльщик» очень хорош там ролью одного чешского актера, который играл там персонажа по имени Амович. Амович, хозяина лондонского какого-то английского футбольного клуба, который любил... Который не пьет ни в коем случае. ...накидывал на плечи такой вот свитер. Почти как Роман Абрамович. Нет, он очень похож на него. А я очень люблю персонажа Марка Стронга, который учил... У него был перстень, как у меня, видите, как надо правильно бить, надо, значит, человеку давать подсчетчину так, чтобы вот он не разбить его умом, а чтобы он вернулся в свое детство и выслушал тебя. И в конце как бы хэппи-энд, значит, у него, значит, его мальчик, который, в принципе, он растил, вот они как-то вместе помирились, вот, ну и так все хорошо. Вот этот, ну, «Рок-н-ролльщик» сам, который жалко, что он не стал делать продолжение. Ну, фильм собрал мало, ну, это проблема в том, что его плохо продюсировали. Это был классный фильм. Плохо продвигали. Ну, плохо продюсировали, плохо продвигали. Тогда то, что у Ричи были тут сплошные проблемы, он снял для этого, по-моему, револьвер с «Сетхэмом», и вот сейчас он снял и потом снял «Рок-н-ролльщика». Потому что у него была проблема, там, эти унесенные с «Мадонной» он снимал, все это поставило крест на его карьере, в принципе. Ну, что такое? Ну, да, вот, когда он женился на «Мадонне», у него карьера пошла вот на дно. А потом мы дали вот этого доктора Ватсона, «Шарелка Холмса» снимать, не знаю, будет третья часть, не будет. Где доктор Дулиттл, вот опять же, у него там по 50 лямов платили за Тони Старка, даже, говорит, под 100, а по факту с ним сняли сейчас доктор Дулиттл, и он в Америке провалился с диким прокатом, с диким грохотом, потому что был тоже доктор Дулиттл, который также провалился с таким же диким ужасом, мне 30 лет назад. Нет, ты путаешь дикий-дикий вэйл. Нет, нет, был же Дулиттл, там он каких-то черепах лечил. Мы с тобой смотрели, там чернокожий был актер. Ты путаешь с Эдди Мерфи, с Эдди Мерфи это было еще все нормально, там был до этого такой серьезный про Дулиттл кино. Серьезное кино про доктора Айболита? Да, таки серьезное кино про доктора Айболита. А когда выйдет серьезный фильм, конечно, про Незнайку и про Буратино. Это такая социальная драма. А то я своих детей-то обычно сравниваю с Буратинами, потому что вот почему хороший получился Буратино у папы Карлова? Потому что он делал его из хорошего полина, которому подарил столяр Джузеппе. А вот наша школа плохих выпускает выпускников, поэтому мы из них хороших Буратино никак выточить не можем. Я им так вот пытаюсь объяснить, в чем их проблема. Потому что их плохо в школе научили. Ну, это ладно, я тебя завел в свою пластинку, как сейчас плохо учат в школе. Не знаю, у меня дети хорошие, добрые. Да, это правильно все. У хорошего мужа всегда хорошая жена. У хорошего преподавателя всегда хороший студент. Значит, я плохой препод. Ну, как сказать, я просто, я просто, мы за ним, я терроризирую и за закрытыми дверями. Ну, понятно. Не на публике. Воспитываю. Воспитываю, да. Вот. Отбираю мобильный телефон. Бедные дети. Бедные дети. Так, еще у нас, вообще-то говоря, в фильме есть мы его пропустили про кролика-то этого. А, кролика Джоджо. Как тебе? Сначала про маленьких женщин. А нет, у нас еще хищные птицы. Знаешь, про кролика? Хищные птицы. Давай он про кролик. Кролик вообще вот его не пустили в прокат, это интересная причина, почему он не был в нашем прокате. Он, кстати, он тоже номинировался на что-то. Да, он получил за лучший сценарий. За лучший сценарий. Джоджо вот этот вот, Тайка Ватити, я не знаю, как вы правильно произносите, который снимал то, что мы делаем в «Сумерках», третьего «Тора» он снимал. Он вот получил, он снимал этот фильм, получил ловко. А сейчас-то он за что получил? За лучший сценарий. А, за лучший сценарий. Мальчик, это последний год, наверное, существования нацистской Германии. Маленький мальчик, 10 лет ему, живет с мамой, папа где-то отсутствует, на войне ли он где-то, где-то еще. И у него такая же проблема, как у малыша из этого, как он называется-то, из Карлсона, из малыша и Карлсона. Только у него малыша Гитлер. Малыша Гитлер. Его вот такой любимец, который иногда появляется, это Гитлер. У него любимчик такой, вот он с ним весело время проводит, они бегают, прыгают, скачут. У него вот любимчик Гитлер. Ну, там, конечно... И как потом, естественно, Гитлер, и он, так сказать, антисемит острый такой, да, у него такой вот острый антисемитизм. Я думаю, что не пустите, они пустили его только по одной причине, это не по поводу антисемитизма. Его не пустили по поводу, потому что там появляется в одной сцене русский солдат. В конце, и он явно носит такую негативную коннотацию, и поэтому его не пустили в русский прокат. К сожалению, антисемитизм не волнует наших прокатчиков, потому что в этом фильме Гая Ричи тоже есть антисемитизм. И как бы нифига, его в русский прокат пустили. Поэтому, как говорится... В конце вот этого фильма про мальчика, он, конечно, к концу фильма разочаровывается в Гитлере, естественно, он этого Карлсона прогоняет, вот такого вот Гитлера, а там, значит, в конце в город входят с одной стороны американцы, с другой русские, да и тут последняя финальная битва со стрельбой. А я, кстати, не поняла, вот там история, там, значит, есть у них лагерь летний, напоминающий, конечно, пародию на американские летние лагеря, на их скаутов, и там есть персонаж, боже мой, я все время забываю этого актера, мне так стыдно. И эти лагеря очень похожи на лагеря из фильмов «Благослови зверей и детей», «Королевство полной луны». Да, 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 очень, кстати, много, кстати, я забываю все время, мне так стыдно, я причем очень люблю этого актера, но все время забываю, Сэм Рокуэлл, Сэм Рокуэлл. Сэм Рокуэлл, отличный актер, и вот он играет какого-то персонажа, он, там, видимо, отсылки, во-первых, конечно, к Весу Андерсону, потом еще фильм, мы с тобой вместе смотрели, у нас заживал, по-моему, я помню, диск, и мы его не досмотрели, это фильм про маленького мальчика, который там перестал расти, это, по-моему, чешский фильм, там тоже действия разворачиваются в нацистской Германии. Жестяной барабан. Жестяной барабан, да. Немецкий фильм. Немецкий фильм, вот мне очень с ним показались какие-то такие вещи, а вот этот вот чувак, Сэм Рокуэлл, мне показалось, что это отсылка к Кабаре, он же там в конце накрасил глаза, куда-то там полетел, тра-та-та. Ну, это такое восприятие мира глазами вот этого мальчика, для него вот это кажутся такие вот вещи очень значительными, важными. Это не тот фильм, который я бы показывала в еврейском музее, в центре толерантности, честно хочу сказать. Ну, да, да. Ну, там, а там, с одной стороны, американцы пришли, там все действительно свобода и весело, а с другой стороны, русские, они тут пленок-то двое, там расстреливают, естественно, нацистов, да, мальчишку-то прогнали этого. Ну, они сначала его притащили, потому что он был в нацистской форме, потом они сняли, как это, он снял очки, это Супермен, а вот он снова надел очки, это Кларк Кент. Ну, так это как у нас Супермен маскируется, он то в очках, то без очков, если в очках, все, он не узнавает, понимаешь? Да, да, я понял, понял, понял. Это люди работают в журналистике, понимаете? Да, да, да. Мне, честно, хочу сказать, фильм, мне понравилась роль вот этого друга, маленького мальчика, вот, который там стал солдатом, мне понравилась там Скарлетт Йоханссон, Сэм Рокуэн. Да, очень хорошо, это две детские роли сыграли, детские роли, но в целом, мне очень показалось, что Уэс Андерсон очень сильно потоптался по этому фильму, и стандартный сюжет, мальчик знакомится как бы со своим врагом, и они наконец-то понимают, что они не враги, тра-та-та-та-та-та-та. Не, ну, это куда уж деваться, куда уж деваться. Ну, я не знаю, ну, это как бы вдруг, ну, то есть, естественно, что привлекает в фильме, привлекает в кавычках, «Мой друг гитлер», а, кстати, это же было же, это же книжка есть такая, «Мой друг гитлер», по-моему, Юки Несимов, что писал. Ну, надо сказать, что там фильм, тут действительно в небольшом количестве локаций снят, он такой недорогой. Он недорогой, он в Чехии снимался, там же это видно, да. Да, видно, что это видно, да, 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 да. Что ты хочешь посмотреть? Просто посмотреть, то он на савторе. Популь очень раздражает, когда мой гость считает все это все время. Да, это Миссима, «Мой друг гитлер», это пьеса, да, пьеса такая, вот это вот, как бы сказать, если вы… Японская, что ли, Миссима? Да, Миссима, Миссима, да. И вот это вот, я просто помню, он у него написал, ну, как бы, потому что японец какой-то, он у него. Ну, просто, да, ты знаешь Миссима, как бы, я-то люблю, и Дагава Рампо у них, мой любимый в детстве был писатель японский, а он писал такие под Эдгар Аланпо, у меня два любимых писателя, Эдгар Аланпо и Дагава Рампо были в детстве, и Брэдбэрри. Вот, ну, и, короче, не знаю, мне фильм показался таким, ну, я не знаю, ну, лучше, чем, как бы, «Джентльмены Горичи», но… Хуже остальных, которые будем обсуждать? Ну, я не знаю. Но потом ты в конце проанжируешь. Я могу сказать, просто знаешь, проанжируешь, я могу такую высказать идею, что вот кино, которое теперь идет в прокате, а так как оно очень, ну, как сказать, оно требует определенных, больших финансовых вливаний в плане рекламы, люди уже не показывают что-то интересное в этом кинематографе, они стараются показывать уже какие-то привычные конструкции, и… Ну, да, которые работают. Да, которые работают, и поэтому они боятся рисковывать, что люди в кино не ходят. А вот какая-то относительная свобода, она остается теперь вот где-то на Нетфликсе, ну, потому что там не так дорого стоит, вы для него делаете, или он у вас покупает, вы заливаете, и поэтому, помнишь, например, мы смотрели классный фильм, назывался, по-моему, «Медведь Барни», что ли, это про мальчика, который сколько-то лет там прожил в подземле, а потом стал снимать фильм, вот, чтобы доснять последнюю серию фильма про своего любимого медведя, вот это прям был отвал башки, это было настолько, как бы, классно у Курина, что я думаю, блин, ребята, как оно только-то в голову пришло, это был отличный фильм, а, ну, вот это все, как бы, очень так вычурно, очень так все, вот то, что номинируется на Оскар, в нем, как говорится, нет ничего, как бы, как вот, как и помню, когда Гоблин был еще относительно вменяем, он писал, нет Божьей искры, да, вот это вот, ну, вот, это он с иронией говорил, ну, нет мне вот этого такого духа, почему ты смотришь кино, вот, когда ты тут сидишь такой, я помню, когда я когда-то пришла в кино, я сижу, ты прям жрешь пальцы, думаешь, что же там дальше будет, а вот тут это не происходит. Вот я перед тобой записывал с Сивушовым Анатолием Игоревичем, продюсером, беседу, а тут он говорил тоже, приходишь, говорит, к руководителю Первого канала, говорит, какого там ВГТРК, с идеей, интересная идея, да, говорит, очень интересно, так вот, необычно там как-то вот так, ну, давайте, вот, мол, дескать, снимем, это же больше внимания привлечет, у вас там, скажем, рейтинг сейчас 5,5%, это я вон тут 10 раз соберет, 16, а там не главное, рейтингами живет телевидение, тут кинематографы сборами, а тут, значит, какой процент смотрит. Ну, так тут лучше будет 5,5% заберут и все, там стандартное все, да, там все эти стандартные, он рассказал мне, какие бывают стандарты. Да, я слышала, я была в передовой, да. Вот, ну, а вдруг не, а там-то получится, а тут... Я могу так тебе сказать, и как зритель, это, ну, как бы в Америке это понятно, потому что у них сейчас, в принципе, кинотеатры выживают, потому что народ пришел на Нетфликс и на Амазон, и сейчас Амазон собирается снимать, HBO, там, каналы и так далее, потому что я вот даже, например, смотрела девушку, она занимается этим рациональным ведением бюджета, потому что в Америке у молодежи там долги бывают, да, после вот, ну, школы, и она говорит, вот я, например, чтобы выплатить долги, я перестала ходить в кино, зачем я плачу 20 долларов в месяц, я плачу за Нетфликс, и мне хватает, а кино, смотрите, я плачу 15 долларов за билет, плюс мне туда надо доехать, плюс я там возьму какую-то еду, попкорн здесь будет, там, стоит 5 раз дороже, и опять же, ну, это дорого, то есть это уже там, вот 50 долларов за раз я должна потратить, а тут мы вдвоем там с мужем смотрим, это всего 20 долларов в месяц нам обходится, вот это вот, так сказать, такая была проблемная история, поэтому вот эти, я обожаю кино, я люблю ходить в кино, я прям просто вот это ощущение, когда я нахожусь вот в кинозале, это прям, ну, это просто, это кайф такой, вот эта темнота, но у меня все меньше и меньше что-то, вот, ну, я давно не ходила на фестивали какие-то, да, вот ММКФ меня вычеркнул, ну, внес черный список ММКФ, да, вот, за их организацию, ну, как бы, мы пострадали за правду, ну, да, кстати, то есть на халяву нам не посмотреть ММКФ, ну, кстати, они в апреле его делают, да, они, кстати, сделали в апреле, а у нас тут дети, да, дети, вот, ну, третий фильм какой мы там поговорим? про хищных птиц, как она там была, да, а как тебе, расскажи, ну, так весело, потом, как она, Робби, Марго Робби, она такая вот, замечательная, неожиданно выросшая актриса, ну, она, по-моему, уже, когда я Тоня, уже было понятно, что она, да, вот она вот с Тоней, она, в общем-то, как-то здорово выросла, она и до этого играла, этого персонажа-то, подружку, она играла подружку Джокера, и она играла Харви Квин, и она играла, еще, опять же, она играла вот в Мартин и Скорсезе, фильм Волк с Волл-стрит, он ее, в принципе, прославил, она там играла жену Ди Каприо, вот, ее открыл Скорсезе, да, но, как бы, у меня очень странные впечатления, это фильм остались, ну, это все равно такая игрушка, нет, да я так могу сказать, я так могу сказать, что спасибо этому фильму, что Борис Сергеевич в этом фильме не спрашивал, кто все эти люди друг другу, Борис Сергеевич, надо сказать, он ходит на все со мной фильмы про супергероев, причем, по-моему, с раннего, раннего детства, все «Звездные войны» он со мной смотрел, все там фильмы про Стонни Старка, нет ни одного фильма, который бы он не смотрел, но проблема в том, что он как-то не запоминает, и каждый раз так, а это кому, а это кому, а, 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 это мстители, баба, они тут все должны уметь, я не могу тебе пересказать все в стилен, ты со мной ходишь смотреть, я так же смотрю это все по одному разу, как и ты, я не пересматриваю, да, ой, а это игра в Тонкине, ой, как интересно, какой странный сюжет, да, то есть, вот это вот, а кто-то вообще, до кого спрашивать-то был, там новых персонажей, никого, Харви Квинн, все, ты ее узнал, а все остальные были новые, черная канарейка была новая, вот я могу сказать так, мне первое, вообще, как бы у меня такая есть претензия некая, но этот фильм еще более-менее, он снят все-таки так весело, там какая-то такая веселая история, как история про девушку, которая осталась с молодым человеком, и пытается, ну, как бы сказать, снова разобраться с собой, вторая тема, что мне понравилось, что здесь она не сделана, прям такой психопаткой-психопаткой, то есть, с одной стороны, она как психопатка, а с другой стороны, видно, что она врач-психиатр, она всем раздает там очень правильные диагнозы, фильм довольно интересно снят, мне понравилась отсылка к Мерлин Монро, вот это вот, помнишь, сценарий там, он ее бьет по голове, она уходит, она там, да, там, да, да, the girl's best friend, па-ба-бам, па-бам, па-бам, пам-пам, па-па-па-пам, the girl's best friend, нет, вот, но у меня такая первая проблема, мне не понравился злодей, он был очень слабый, и, ну, вообще, как персонаж, и, мне кажется, что, сам актер, который играл, черная маска, персонаж, да, хищные птицы, потрясающий историй, Харли Квинн, и актер, который играл, Юэн Макгрегор, мне кажется, что он в последние годы очень переоценен, мне не нравится, что он делает в последние годы, мне нравится, как он играет в последние годы, последние фильмы очень неудачные, он, и вот, мне очень показалось, что в этом фильме хорошо бы смотрелся Сэм Рэйми, тот самый, который играл, во-первых, уже похожие роли злодеев, он играл, правда, в Марвеле, это первая история, а во-вторых, как-то вот энергетически, они поняли, ну, вот это прям ощущалось, А Сэм Рэймит, кого он играл-то? Сэм Рокуэлл, прости меня, Сэм Рокуэлл, Рокуэлл, он играл в третьем, сейчас, во втором, по-моему, во втором, Железном Человеке, тоже чувака, который делал таких роботов, а еще он играл в фильме Признание опасного человека, где он играл шпиона, помнишь? Луна 2020, в Кролике Джоджо он играл в нацистском шпионе, в фильме «Семь психопатов», в фильме «Три билборда на границе штата». Да, 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 все, я понял. Значит, вот он, он очень пластичный и он хорошо танцует. И вот, я не знаю, он такой, он очень такой, мне очень нравится, как вот он играет. Великолепная феерра. Да, и вот здесь явно как бы Макгрегор пытался изображать его, но вот, не знаю, у него это не вышло. Я не знаю, что с ним случилось в последние годы, но я, когда смотрю на него, он был занят. Да, скорее всего, просто его не позвали, потому что он уже играл злодея в Марвеле. Он не может прийти в DC, у них конфликт интересов. У них иногда бывают такие переходы, на самом деле, да, там, но по большому счету, вот они не могут взять второго злодея второй раз. И, в принципе, он живет еще своей славой, Макгрегор, что он играл там транспойнтинги и так далее, и так далее, там «Звездных войнов». Сейчас у него забуксовал сценарий с историей про Бивана Кеноби. Он как-то там нехорошо разводился с женой, по-моему, роман закрутился с актрисой вот на время этих съемок как раз. там был большой скандал. С какой же, то есть? По-моему, который играл в эту убийцу, если это в Мэри Элизабет Уинстит, то это с ней, по-моему, закрутил. Убийца с балетом? Да. И вот, у меня такая первая проблема. Вообще, к всему феминистскому кино, для тех, кто не знает, сейчас я буду обсирать феминистские фильмы, но при этом, господа, я феминистка. У меня, по всему этому кино есть такой большой вопрос. Это кино написано людьми, которые думают, нам надо сделать так, чтобы у нас было деверсити, типа разнообразие. А в фильме, поэтому мы сейчас будем, возьмем молот и молоток, и еще маленькие гвозди, и будем пытаться из этого сделать, не знаю, шикарную статую. Ребята, я вам просто объясню, как это работает. Вам надо было сделать, как сделали в фильме «Безумный Макс». Режиссер фильма сказал, я хочу, чтобы в фильме женщины были представлены нормально, чтобы они были полноценными героинями, и ну как, вот он так захотел. Ему сказали, чувак, сходи, феминистская, это была феминистская австралийская писательница, она, по-моему, даже Пулитцера получила за что-то, сходи, она тебя проконсультировать. Он к ней пошел, она дала им консультацию, они несли изменения в сценарии, и фильм «Безумный Макс» это моя большая любовь, вообще на миллионы лет вперед, я обожаю самого «Безумного Макса», я обожаю «Фуриоса», я вообще обожаю весь этот фильм. Карабин Симонова. Вас и Карабин Симонова. С белорусским. Что за день? Что за прекрасный день, да? Ну это там, когда он там такой белый, белый весь чувак, он такой в погоне бросается, с зубистыми такими, в конце там умирает же в итоге. Но и вот тоже такой вопрос мне хочется задать, вы не вдумываете кино под феминисток, вы к ним сходите, и они вам помогут. И спросите, задайте вопрос. Потому что это, конечно, первая история. Ну там, правда, женщина была режиссер, наконец-то, да? Второй вопрос, у меня претензия была, вы типа наставите на diversity, на разнообразие. Я смотрю очень много американских, афроамериканских ютуберов. И первая претензия к вам, почему вы твошите персонажей, почему вы все время отмываете в белых, почему вы отмываете все время в белых, какая проблема? Посмотрите, там типа представлены разнообразные расы. Там представлен чернокожий, там представлена, видимо, латиноамериканка, там представлено, ну, две чернокожие девушки, представлена азиатка и Харви Квинн, типа белая, цисгендерная женщина, да? Очень белая, очень цисгендерная. У меня первый к ним вопрос. Все вот эти чернокожие, если вы посмотрите, у них, они очень светлые. Там нет ни одного такого прям, ну, прям темного мелатонинного персонажа. вы можете там найти принцессов мелатонин, такие прям черные, черные, черные. Они все очень отбеленные, они очень приятные европейскому глазу. Нет практически роли для... Молаты, да? Ну, они же разные бывают по коже. Но вот даже возьмите, даже возьмите среднюю по темности, по темности кожи Джеки Айну. Это блюти-блогер, который, в принципе, там себя, видимо, отбеливает себе лицо, наверное, да? Возможно, ну, не ты же отбеливаешь, она просто вот косметика, да? Там тон ей не подходит, или что-нибудь еще. Но они не представлены. И вот это, и опять же, не знаю, является ли актрисой, которая там играет латино-америна, играет итальянку, она, может, возможно, там она является итальянкой. Вот эта вся история, что вся эта история с разнообразием, она такая очень кривая, на самом деле. Она мне, как феминистке, она не нравится. Она меня раздражает. То есть вы мне пытаетесь продать, как бы, вот это феминистский фильм, нет, котики, лучше я посмотрю старое сексистское, отстой, но там хотя бы вы не пытаетесь меня обманывать. Та же причина была сами для Лами Чарли. Ребята, ну, пригласите его, у вас дофига писательниц, которые вам помогут это сделать годно. Не надо сидеть на студиях и говорить, а вторая мне к этому фильму есть претензия, мне не понравились боевые сцены. Они очень слабые были. То есть если брать, например, то же Чудо-женщину, где, я считаю, боевки были очень классные. Ну, я как бы не могу, я сравниваю с великим, моим самым любимым фильмом, это Джон Вик, все три части, где, конечно, боевки были поставлены прекрасно. Вот, и стрельба, и все. И, кстати, там был действительно чернокожий черный там, помни? Да, он был. Дежурный. И были нормальные азиаты. И тут еще был отрицательно азиатский персонаж у них был, дедушка там, который владел закусочной, сычуанской кухней, по-моему, по-моему, было. Ну, я не знаю, у меня тоже от фильма, а, еще вот это постоянно, ребят, меня так достало, простите меня, дорогие, меня так бесит эта музыка из 80-х на титрах, вот эта вся, вот эта, весь рарочок, ну, она везде, они это начали, короче, в Марвеле, с этого, господи, как это, Guardians Galaxy, про, где енот был, как это, повелители галактик, как это называют-то, и там это пошло, потом, еще это было в Тони Старке, когда это по его Жизом Человеке, и, ребят, ну, мне надоело, там все это, ACDC, ну, то есть, это все время из фильма, из фильма, из фильма, из фильма, все это тянуть, все это тянуть, они там пригласили рэперку модную записать, трек тоже довольно слабоватый, можно было найти, там, купите у Никки Минаж трек, я не знаю, или, не знаю, Cardi B позовите, она прикольная, вот, но это было как-то так все очень сделано, то дешевле оказалось, да, все остальные хотели ободрать, Princess Nokia, пожалуйста, она прикольный рэпчик пишет, мне нравится там, о, Snow Top Project, это латино, она латиноамериканка, живет в Америке, у нее самый быстрый флоу, она читает очень быстро, я уж не говорю там, что, ну, она не будет им стоить дорого, она инди рэпер, ну, не знаю, вот эта вот погоня за трендами, имитация, это очень плохо смотрится, я скажу, конечно, мне фильм более-менее понравился, то есть, ну, как бы, так же, как вот, Кролик Джорджи, то есть, я с удовольствием посмотрела, мне понравились там какие-то решения визуальные, но вот, к боевкам, к музыке и к кастингу, у меня есть большие вопросы, вот, ну, как бы, кстати, в Кролике Джорджи, он же был, вот так, демонстрация достаточно большого количества образцов огнестрельного оружия, разнообразного, интересно было, вот, вот, у этого персонажа, который ты называла, как его, Сэм Рокуэллл, Сэм Рокуэллл был в финале, по-моему, первый вариант, какой-то еще довоенный, довоенный автомат, я не поняла, хотя в джентльменах, вот, когда герой Чарли Хавана поднимает у себя, что у него был за автомат, в джентльменах, да, а это какой-то из новых, да, они там много все таких, или пистолет, пулемет, он не очень красивый, он не красивый, он не красивый, он напоминает, такой немножко Узи, такой, но большой, нет, он не Узи, у него не Узи был, Узи маленький, нет, Узи у него же через вот эту вот рукоятку идет, да, он был впереди, да, ну, мне не понравилось, такой аль-каля-аль-капон, так, что у нас, хищные птицы, джентльмены, кроли, Джорджио, у нас это называют 1917, 1917 год, давайте это будем так называть, потому что 1917, кстати, он большие какие-то премии получил, да, ну, он номинировался на большое количество, а так он, по-моему, ничего не получил, а все ожидали, что он станет лидером, что ты получил, что за что-то там, за спецэффекты, по-моему, за операторскую работу, там была шикарная, операторская работа, это вот, это хочется, надо сказать, оператора поймать, держать в подвале и выпускать, вот только что он тебя что-то снимал, потому что, конечно, ну, операторская работа, это было мое почтение, это была такая мощная, вообще, прекрасная работа, вы скажите вам про фильм. он, конечно, имел большой, наверное, успех у публики, это такой вот road movie двух солдат британских, которые посланы, значит, не с донесением, а с приказом, которые должны передать, вот пройти и передать, вот они-то идут, 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 вот у них с ними что-то случается, ну, так в общем. Ну, мне кажется, у каждого поколения должна быть своя баллада о солдате, и мне показалось, это вот прям баллада о солдате, только у баллада о солдате там действия как бы в тылу, ну, происходит, а здесь разворачивается на фронте. Ну, тут все-таки есть такой саспенс, тут аж опасность есть, все-таки в балладе о солдате там опасности-то нету, ну, как сказать, я понимаю, успеет, не успеет, ну, вот здесь, починет крышу, не починет, но вот тут вот просто я могу так сказать, что, во-первых, такой вопрос, а они не могли спросить самолеты? Не, это, да, это понятное дело, что тут они немножко переграли. Или как так вы оказались так в глубине линии фронта? Бэткомедиан. да, и Бэткомедиан, и моего любимого режиссера, он всегда всех критикует, что там не так они убивают, не так что-то делают, ну, в общем, вот так вот, да, а тут такая ситуация-то была, знаете, вот еще такой, это фильм вообще вот про ту, про те времена давние, да, и явно тут вот, ну, это тоже самая проблема была, которая была проблема в советских фильмах про войну в 60-е годы, они были хорошие, замечательные, но там действовали все персонажи из 60-х годов наших, советские люди из 60-х годов, это были не советские люди с 41-го года. Ты посмотри современные фильмы про войну, в этот Т-34, где Александр Петров, это вообще экранизация... Не надо пример брать от этого, а вот тут вот у него были тоже, в общем-то, там и отношения даже не пытаются, там какой-то такой у британцев интернационал полный, там и СИК, и вот эти англичане, все вместе, вот такого просто быть не могло, тогда, конечно, были на войне и СИКи, и индусы, и кто хотите. Мы видели их форму, у нас была выставка фотографий, британские. Но они все по отдельности, вот они не были в такой интернациональной перемешке, они не были. То даже у нас была английская часть во время... Помнишь, у них были на танках у нас, они тут что-то ездили? В какую войну? В первую. Это я не помню. Возможно, что было. У нас была фотография их, они были у нас, и была выставка... А СИКхами они были? Нет, без СИКх. А СИКхов я не знаю. И потом такое, очень такое дружеское, товарищеское отношение между офицерами, полковниками, майорами и, значит, младшими капралами. Ну, как-то... Там у них все-таки очень формальная была британская армия, там у них все очень строго было, значит, джентльмены, Вот это вот сейчас попытка... Тут они это все как-то не осовременили очень. Нет, у них это сейчас попытка в Англии, она не до сих пор, чтобы вы понимали, в Англии в частных школах учится всего 2% населения в элитных частных школах. А в Оксфорде и в Кембридже, вот этих вот дорогих университетах, 47% выпускников это выпускники этих 2% частных школ. То есть, как вы понимаете, они сейчас им законодательно говорят, расширяйте прием простых людей. И у них до сих пор вот это вот, когда на радио слушаешь, нам надо больше принимать людей из low-middle класса. Ну, они принимают людей из, так сказать, детей русских олигархов, египтских олигархов. У них вот это вот сословное сообщество, китайских, индейских олигархов. Оно у них, видимо, до сих пор живо. Нет, у них точно абсолютно... Вот мы просто лучше знаем кастовую систему Индии, чем социальную систему Британии. И там в Британии вот просто-напросто, вот у них есть несколько уровней гражданства, скажем так. Вот если ты помнишь, был такой фильм, документальный, кстати, британский, но какой-то документальный, документальный, ну, черт, это игровой или документальный, как, значит, некая вот она, эмигрантка, пытается получить, значит, там первый уровень, так сказать, их гражданства, да, там. Там чуть ли не какие-то пьесы она должна играть, исполнить еще что-то делать. Нет, ну это была бы такая фантастика. Фантастика, но тем не менее эти уровни существуют. Она его так и не получает, потому что она носом не вышла. У них четко совершенно, у них вот, да, жители Пакистана, Индии, они вот бывших колоний. Они имеют, там, претендуют на их гражданство очень запросто, легко. За что наши олигархи обижаются, кто они такие против нас. Там есть гражданин Великобритании, гражданин британских заморских территорий, зарубежные гражданин Великобритании, британские подданные, британский гражданин за рубежом и лицо, находящееся под защитой Великобритании. Вот, видите, сколько разных вещей. Шесть категорий британского гражданин. И потом тоже у них шесть категорий даже, я думал, так сказать, меньше. И у них очень такое общество-то кастовое, социальное. У них вот есть ведь ленд-лорды, до сих пор владельцы земель. Ну вот это как раз обыгрывается от джентльменов, да. Тут он, конечно, им напинал, что вы, типа, второй сорт чуваки вот такие. Ну, вы против нас, американцев из Техаса, вот, которые мы сами себя делаем. А тут еще ведь они, просто и антропологически отличаются у них. Ведь Британия это была... Да нет, не можете здесь... Британия, мало того, что она многонациональная, по факту, страна Шотландия, Уэльс, ирландцы, и англичане, да, как мы их называем. А на самом деле, там ведь есть еще высший слой, который весь привозной. Это вот потомки Вильгельма Завоевателя и его, значит... А там в них очень строго. У них вот... Потомка может быть только законно рожденная, законного брака, а законный брак это не на какой-нибудь крестьянке ему жениться, да, это сейчас может там какие-то... Там это четко совершенно, вот никаких таких вот скул, как у тебя, меня, или там у Цветкова, у них не может быть, у них совсем другое... Нет, но вот эта история с Меган Маркл, как говорится, она очень показала, то есть в Америке был чернокожий президент, так или иначе. Вот, с чернокожей женой, с чернокожими детьми, а там у них замужество... Была чернокожая советница у Джорджа Буша-младшего. Не только там всякие, были другие персонажи, у них сенатори чернокожие, а здесь прикол в том, что женить бы члена королевской семьи, которая не претендует, там, он какой-то седьмой или восьмой в очереди на трон, женить бы на девушке, которая является только наполовину чернокожей, у них папа белый, и так далее, вызвала такую бурю вообще метание навоза, что в итоге они оттуда сбежали в Канаду, и они отказались от всех прав вообще участия в королевской семье. То есть там, и там, видимо, их выжили сами же вот эти вот все тусовочка их внутренняя, потому что они просто не приняли. Вот, ну, и я понимаю, и там не только, видимо, поэтому, там у них вся вот эта вот... То есть, когда... Почему я смотрю, как бы вот... Когда... В чем проблема? Когда я смотрю американские социальные фильмы, там как бы вот, посмотрите, это же наши дети, это же наша вот эта вот... Это же наша родина, да, это же Америка, God bless Америка, там американский флаг, это все там... Я вот как в ОПР Винфре, я бываю из трущоб, я вот поднялась из школы, это все вот эти девочки, это все мои дети. Сделали сами себя. А когда я смотрю американские, британские фильмы про социалочку, это наблюдение режиссера за милыми, интересными зверьками. Вот типа вот давайте посмотрим. Который где-то в дешевых таунхаусах живет, и вот давайте посмотрим. Порядом с закрывшейся фабрикой. Да, 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 да. Вот, голос Андроздова хочется, и он еще, кстати, чувствуется. Сам Каламантино. Да, Сам Каламантино, да, вот этот. Но это, кстати, очень ощущается, и вот это, конечно, меня поражает. Мне понравился, кстати, заглавный актер, мы его, по-моему, уже видели. Заглавный. Ну, главный. Это так, это я как-то услышала какого-то... Заглавный ролик. Это я у критика услышала. Джон Маккей мне понравился. Ну, вообще, там и Камбербэтч присутствует. У Маккея сейчас выходит Банда Келли. А, это имеется в виду про фильм этот самый 18. Да, вы его помните в фильме Капитан Фантастика, он играл в фильме. Сейчас будет подлинная история Банда Келли. Вот, и я его помню, по-моему, в Обители Теней он играл. А, ну, да, да, да. Такой вот. Естественно, очень внешность такая необычная. Простовато-руковато. У него какое-то к старости, думаю, будут вот тут такие вот эти мешки интересные такие. Он будет очень характер... Мне понравились, кстати, вот эта роль небольшая, ну, как камео разных известных персонажей. Там Маркл Стронг, Камбербэтч. Персонаж, который Мариарти играл. Он тоже неплохой актер. У него сейчас вот фильм комедии. Я хочу сходить на нее в кинотеатрах. Она идет. Это театральный он актер. А кого же он там играл? А он играл вначале. Они приходят, типа, где там полкова? А он убит. Я за него. Ну, типа, держи фляжочку. Ну, он не только в Мариарти играл, он еще играл в своих супергероях какого-то... Друга... Эндрю Скотт. Друга человека Америка, Капитана Америки, который где-то замерз. Америка. Это Баки Барнгс играл, это румынский актер. А это... А это Эндрю Скотт. Он играл во Флибэггетт, мой любимый комедий. Он играл много где. Он играл и в 007 Спектре, и в Темных Началах Пульмана он играл, и он играл в фильме вот про сад. Помнишь, про девушку, у которой грязный сад, и надо ее очищать, а у нее сосед, у которого двое детей, и вот он там к ней ходит, все помогает ей там готовить, а у него типа на сад, у него аллергия, он ей помочь в этом не может, да? И вот это вот, он хороший актер, и еще он играл в фильме про ирландского вирусионера, он священника играл, там такой интересный был. Он хороший, такой характерный, неплохой персонаж. про ирландского вирусионера? А, ты не видел, там искать, ходили смотреть, на МКФ показывали вот как раз там про жизнь ирландского вирусионера, как там он пытается бороться, не на Ирландии, да, ирландского. Вот, так, что у нас еще осталось? Ну, в 19-17 прикольный роуд-мови, прекрасно снято, хороший подбор актеров, такая вот, ну... Со столетней давностью, ну, это, конечно, реальная история. Ну, это, знаете... Ну, естественно, там хорошо показали винтовку Ли Энфильд. Вот, меня она впечатлила, положительно впечатлила. Чем отношение? Потому что, вот они, видишь, ее несут, достаточно легко на вскидку стреляют. Вот, из, так сказать, трех линейки так не постреляешь, она так не сцентрована. Она еще, она все время тебя какого-то пытается вот туда уронить. Вот есть трех линейки, которые, как их называют-то, снайперские. Сменен обвес называется. Вот, сейчас такие делают. Привернуть свою трех линейку, тебе делают-то другой обвес. Вот те, да, те, да. А вот это вот Ли Энфильд. Это когда мы видели на высокой, там полностью ее разбирают. Ну, там она, там, да, вот эти металлические там все. Они там заменяют все, то есть поставятся только ствол. Не, ну и замок, конечно. Ну и замок, да, и все будет. Ну, мне, знаете, как фильм, который надо смотреть вот с детьми, с подростками, как бы каждому поколению нужен свой фильм вот про войну, такой нравоучительный, да. Это фильм хороший. Вот он его может смотреть с детьми, потому что там нет какого-то гипернасилия, там нет изнасилования, не знаю, чего-нибудь еще. Там все очень так похорошо, показательно. Все вот там, ну вот, можно смотреть. Достойный. Ну, в какой-то момент они перебочили разнообразием. Ну, нет, какие-то там хождения по подвалам, чего-то без этого можно было обойтись. Да, кстати говоря, вот был очень хороший, интересный фильм. Называется это «Собрание», как этих называется-то? А, документы, короткометражек. Короткометражек про Первую мировую войну. Это было, соответственно, в 2014 году у нас. Его у нас тут, так сказать, интегрировал Угольников, он был интегратором этого фильма. И вот очень интересные короткометражки были. Там были британская, американская, самая, наверное, злободневная и жизненно-американская была. Кстати говоря, к ней никаких претензий нет. Британская, немецкая, не помню, была или не была, должна была французская, сербская, турецкая, российская. И вот видно, как отношение к тем эпохам у разных вот этих вот кинематографических школ. Очень потрясающе интересный фильм. Он в нашем кинотеатре шел три дня, один сеанс в день. И на нем был всего один зритель на третьем последнем сеансе, это был я. Один в зале я сидел, как Сталин, всеми оставленный. Который, ну, немножко занимается вот этими англоязычными культурами. Я так понимаю, что на самом деле для британцев первая мировая война является более важной, Там они больше потерь понесли, у них высший класс сильный. Они поэтому вторую держались стороной, за спиной американцев. Да, поэтому каждый никто очень... флот, конечно, британский всегда в любую войну боевал мощный. Для американцев, конечно, это несомненно Вторая мировая война, они про нее тоже снимают, ну, понятное дело, по многим причинам, это и то, что большое количество евреев, которые спасли в Америке, и которые составляют костяк Голливуда, и просто потому, что они в ней принимали большое активное участие, высадка вот этого. да. Так, итак, фильм какой? У нас остались маленькие женщины, Глета Гервик. Ну, ваши впечатления. Ну, там было много, у него номинаций было на Оскар, надо сказать. Ну, заслуженно. И за режиссера не было? Нет, за режиссера не было. Ну, он был много, многократно номинирован, трудно судить, насколько он был правдополез. Все-таки, как это называется-то, экранизация романа. Проблема в том, что он получил Оскара за лучшие костюмы. Ну, да, он костюм. И тут начинается первая проблема, потому что костюмы, в которые ходит героиня, не соответствуют эпохе. Я просто смотрю девушку на американском ютубе, она очень классная, она занимается как раз реконструкцией костюмов, она там шьет одежду, всякие челленджи и так далее. И она говорит, мне очень понравился фильм «Маленькие женщины», отлично, там все бы Оскар ему дала, кроме костюмов, потому что костюмы в действительности. И если, кстати, мы возьмем, например, фильм, который был 94-го года с Кристианом Беллой и Вайноной Райдер, тоже маленький женщина. там уже был целый набор маленький, это классическое американское произведение «Как убить пересмешника», то там вот эта вот история, там костюмы были чуть более соответствующими в действительности. Здесь они такие немножко вот как бы современенные, такие хипстерские, они там ходят в каких-то штанах, он приходит к ней домой, они там давай раздеваться при нем там до нижнего белья, мама ходит такие, юбки заткнула за пояс, ну как бы такое. Не, на юбки за пояс там хозяйки ходили. Ну, при люди, при посторонних, при гостях. Ну, он свой. Он не свой. Они вычитают свои. Ну, мне это показателем свой. Тебя как фильм? Да хороший фильм, издатель такой был, настоящий такой капиталист. У меня просто посмотрел вот мой друг, продюсер мой, я его как бы отправила, я говорю, сходи, посмотри. Ну, у него просто выбор 19-17, и вот эта маленькая женщина сказала, 19-17, он не пояснит, это типа тупая, тупая завязка, я говорю, ну вот по книжке снят, ему очень понравилось. Он говорит, как бы вот эти вопросы, которые возникают там у героинь, они же и у мальчиков всех возникают, когда они растут. То есть, это вопросы том, ну вот выбор там, семье помогать, или идти искать свой путь, а тут же еще вот, вот это, кстати, на самом деле склево феминистское кино, потому что там тетка говорит, женись, выходи замуж, она такая говорит, а ты же замуж не вышла, типа старая корга. Она такая, ну я богатая женщина была, то есть тетка тоже там была странная женщина с вальта, она же не вышла замуж, вот, и никогда, да, и вот эти все там попытки, какие-то такие вещи, но это сама писательница, которая книгу написала, она была такая вот, она была, во-первых, из семьи аболиционистов, она не выходила замуж, как вот там в книжке, ну конечно, главный прототип героини-то она и есть, да, вот, она не выходила замуж, якобы там был роман с каким-то польским, там, эмигрантом, но это не точно, да, из ее дневников умерла, по-моему, она от инсульта, очень боялась, что это не ангит, вот, сестра, кстати, у нее правда была художницей, правда была неплохой художницей, вот, но... Ну тут сестра была очень даже, очень даже неплохой художницей, мы видели ее якобы картину, якобы картину, которая, конечно, это просто какая-то репродукция, кстати, я не знаю, это Луиза Мэри Олкотт была, да, а вот я не знаю, кстати, не являлась ли ее сестра, не являлась ли это картины ее сестры. А, может быть. Ну, репродукция картины ее сестры, естественно. Ну, кто на съемки потащит? Ну, кстати, заметь, практически все женщины-писательницы Остин, Бранте, Олкот, они не были замужем. А вот это вот Агата Кристи была? Ну, Агата Кристи в первом браке была очень неудачной. Она развелась, причем там приходит до таких безумных, там она пропала на две недели. Ну, это было во втором браке. Это она в первом браке была. А потом она через какое-то время вышла замуж. Я сейчас хочу, посмотрите, Элизабет Гаскел была замужем или нет? Она такая тоже писала у нее. Ну, кстати, папа такой, ой, а тут героинь-то умерла во время типа одна из героинь умирает. Ну, если помнишь, сестра их мальча умирает. А если ты помнишь Гаскел мы читали, у нее это Крэнфорд, так у нее там вообще половина народу к финалу книги вымрет. Она же там еще потом вторую часть писала. Потом Гаскел была замужем, у нее была целая папиша, она там стыдилась того, что она пишет, и, по-моему, на этого скрывала. Я не помню, сейчас посмотрим. Ну, это тогда смертность, да, была большая. Так, умерла, тра-та-та, прияты величайших романистов. Ведь, посмотрите, Крэнфорд очень прикольный. Там, кстати говоря, скролатины тяжело тогда еще болели. В наше время скролатины уже не такая страшная стала. Да, Гаскел была замужем. Я еще болел скролатины по-серьезному. Потом уже все это куда-нибудь. Я, видимо, даже ветрянка не болела. Наши его победили. Ну, а как скролатины лезть? Скролатины же она лечится с антибиотиками разы. Я уж сейчас не помню, но температура была, скролатины я болела. А потом уже вот в следующее поколение уже скролатины. Ну, скролатина деградировала сама по себе. Коронавирус новое! Покупайте в Китае! Новая зараза, да. Да, коронавирус. Коронавирус. Да, теперь ВОЗ сказал, что две трети населения Земли заразится коронавирусом. Покупайте маски! Кто сказал? ВОЗ. А знаешь, сколько в Китае? Две трети масочка вот эта вот одна стоит сейчас. Она стоит тысяча рублей одна маска. Да, а у них еще всякие респираторы есть. Там вообще это какие-то огромные деньги. Ну, там реально люди сидят. Теперь в Ухане даже не могут на улицу выходить. Раз в два дня один человек из дома может выходить в магазин. Причем это не только в Ухане, в других городах. И могут ходить во дворе дома. Да, никуда выходить не могут. Им, если заказываешь еду, тебе довозят ее не до дверей дома, а до дверей вот того как бы дома, где ты живешь. То есть, если там многоквартирный дом. И люди там вообще, представляешь, как в тюрьме сидят. То есть, ты никуда не можешь выйти, ни с кем общаться. Ну, как бы хорошо есть интернет, но не у всех же есть люди интернет. Ну, мне кажется, это как-то, мне кажется, неправда что-то там не то. Мне кажется, неправда что-то там вывели и испугались. Ну, не знаю, не знаю. Потому что, а что такие, ну, как бы, ну, это не первый коронавирус. Ну, потому что две трети заболеют, это же как-то страшное дело-то. Две трети на сегодня. У меня сейчас знакомая лежит после гриппа с атипичной, с атипической пневмонией в больнице. И без всякого коронавируса, знаете, как бы... Да нет, болезни тяжелые есть, но все-таки две трети, это очень большая эпидемия. Это была большая. Ну, давайте... Не знаю. Большие жертвы могут случиться. Давайте по-моему мироместин им Китай, я не знаю, что. Подарите мироместинчик, а то пусть они там отмокают. Какой мироместинчик? Матвирус рекламирует по телевизору. Ну, да, да, это типа рекламирует по телевизору, это такая дикая российская реклама, короче, заходит чувак в автобус, там все такие две девушки, типа, ааа, привет! Потом какой-то чернокожий парень сидит, еще кто-то. И, значит, он такой, ну, теперь я мироместином намажусь и ничем не заболею. И тут мы вспоминаем фильм Юрия Дудя про спид. Нет, чувак, как бы, к сожалению, ты тоже можешь заболеть всем, чем угодно. Мироместин тебе не поможет. Ну, в общем, маленькие женщины достойные кино. Ну, в общем, самый лучший фильм из того, что мы сегодня обсудили. Ну, он просто, знаешь, как, он сделан добротно, он сделан, у него там там таймлайн, интересный монтаж, то есть у них все время перекидывается история то в прошлое, но в настоящее. Хорошие актерские работы, подобраны, подобрали, интересно, там как раз номинировали на Оскара вот эту сестру их, так сказать, перед младшей, такой немножко низкий голосочек, вот такая круглолицая вот ее. Она, по-моему, играла в сериале «Барабанщица», вот кто-нибудь. Которую художницу? Да, которую художницу на Оскар номинировали. Как-то очень, вот, американцы любят такое, про семью, про поддержку, про тепло близких, вот такие семейные фильмы. Вот в Европе там все, там типа все плохо, семья умерла, все сидим по углам, ля-ля-ля, все ноем, а тут как-то вот, ну, вот, что ты вместе, все мы любим друг друга, готовы жертвовать. Да, традиционная ценность. Ну, да. Республиканская партия. Традиционная ценность. Пожалуйста, у них есть сериалы про ЛГБТ, где там все в итоге женятся, выходят замуж, как хотите, и там у них милая семья. Это в британских фильмах, там есть кино про геев, там такие все тыс-крылые геи, такие, боже, как все плохо, там я в депрессии. Американцы все в конце переженеют. У них же даже, у них даже в этом, даже шеймлесс, вот эти вот бесстыдники, закончились свадьбы, эти два чувака, Йен и Микки, такие поженились, спойлеры вам. Я не ожидала, что они поженились в конце, потому что у них настолько были, ну, деструктивные отношения, на мой взгляд. Вот, ну, как мы видим. Хэппи-энд. Ну, ладно, у нас тоже хэппи-энд. Да, я думаю, да. Подписывайтесь на канал Бориса Сергеевича, задавайте философские вопросы, может, какие-то фильмы уходить, чтобы мы посмотрели, обсудили. Главное, подали бы на пропитание, на помаду. Ну, то, чтобы носом у Бориса Сергеевича больше не шла. Да, пора Борису Сергеевичу уже... Копыта отдирать, да. Да, копыта отдирать. В общем, ну, не болейте, Борис Сергеевич, Дед Мороз не болей, как тебе напишут. Вот, до свидания, любимые зрители. Доброго, как это... Вы все хорошего настроения пожелаете. Ну, денег ведь нет, ну, вы держитесь. Берегите себя и своих близких. Мы эту шутку знаем. Все. Пока. Ну, чмоки-чмоки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok